МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости о сети в студии Лесохобалова. И коротко о главном к этому часу. Реализацию и развитие курортного проекта Момесон обсудили по видеоконференц-связи временно исполняющий обязанности главы республики Сергей Миняйло и заместитель председателя правительства России Юрий Трутнев. Поэтому желаю нашей первой ласточке счастливого, хорошего пути. Комфортабельный скоростной поезд ласточков впервые стартовал сегодня в Северной Осетии. Путь следования Владикавка-Стуапсе можно будет проехать всего за 10 часов. В Северной Осетии на баннерах и счетах появились изображения героев Великой Отечественной войны и героев Советского Союза. Всего в республике 9 мая их планируют установить более тысячи. С днем весны и труда жителей республики поздравил в Рио главы Северной Осетии Сергей Миняйло. Зародившись как день международной солидарности трудящихся уже почти два столетия назад, 1 мая не потерял своей актуальности и сегодня. Цель неизменно ценить человека труда, который работает во благо республики и страны. Сергей Миняйло отметил, что трудовые традиции Северной Осетии сильны и непоколебимы. Республика гордится десятками семейных рабочих династий, которые внесли неоценимый вклад в развитие региона и вписали немало ярких страниц в трудовую летопись России. Подготовка жилищно-коммунальных предприятий к осенне-зимнему периоду, реализация программы газификации сельских поселений и разработка проектной документации на объекты водоснабжения и водоотведения. Эти темы стали ключевыми на рабочей встрече Сергея Миняйла с в Рио министра жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики республики Майраном Тамаевым. Руководитель ведомства доложил о ходе реализации федеральных проектов. Майран Тамаев отметил, что на территории республики до 2025 года планируют построить более 60 объектов образования, здравоохранения, культуры и ЖКХ. На встрече также обсудили вопрос работы ситуационного центра мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Сергей Миняйла в режиме видеосвязи принял участие в заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северокавказского федерального округа. Встреча прошла под председательством заместителя председателя правительства России Юрия Трутнева. В центре внимания вопрос развития туризма в регионах СКФУ. Участники встречи также обсудили реализацию проекта «Момисон». Юрий Трутнев отметил, что уникальность курорта заключается в редком сочетании природно-климатических факторов. По словам федерального вице-премьера, необходимо наращивать темпы работы и внимательно контролировать выполнение каждого этапа. В свою очередь, Сергей Миняйла отметил, что руководство Северной Осетии нацелено на эффективную и плодотворную работу в данном направлении. В настоящее время специалисты корректируют проект планировки. Также идет инвентаризация земель. В ближайшее время руководители республики планируют лично посетить территорию будущего курорта. И сегодня из Владикавказа в ТОПС отправился первый в республике скоростной электропоезд «Ласточка». Маршрут соединит Краснодарский край, Адыгею, Ставропольский край, Кабардино-Балкарию и Северную Осетию. Первые пассажиры уже успели воспользоваться возможностью добраться до моря всего за 10 часов. Подробнее обо всем расскажет Алана Тумаева. До отправки электропоезда «Ласточка» 20 минут. Первые пассажиры уже на перроне. Хорошее настроение перед поездкой в ТОПСЭМ создают военный оркестр и танцевальный ансамбль. Многие пассажиры уже успели пройтись по вагонам нового скоростного поезда. Их всего пять. Каждый оснащен системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, энергосберегающим светодиодным освещением, системами видеонаблюдения и информационным табло. Поезд прекрасный, чистый, светлый. Я думаю, что пассажирам будет удобно. Маршрут нам, конечно, нужен, особенно в летний период, когда мы все едем на море. На торжественном запуске поезда в рио главы Северной Осетии Сергей Миняйло. Он пожелал пассажирам хорошего пути и отметил, запуск первой «Ласточки» поможет развитию внутреннего туризма. Электропоезд Владикавказ-Туапсе свяжет одним маршрутом сразу несколько субъектов страны. «Ласточка, которая пойдет на Туапсе, она первая ласточка, но, надеюсь, не последняя. Она поможет нам всем раскрыть нашу республику. Второе – дать возможность всем нашим жителям отдохнуть на Кавказском побережье Чураного моря». Мы сегодня с руководителем Северокавказской железной дороги обговорили некоторые вопросы перспективные. Это и наш вагоноремонтный завод, который должен работать и будет работать. Ну и еще многие-многие другие направления. Поэтому желаю нашей первой «Ласточке» счастливого, хорошего пути. «Ласточка» курсирует только в трех направлениях. Это юг России, Москва и Санкт-Петербург. Поездов всего 36, к концу года их будет уже 44. Подвижные составы «Ласточка» изготавливают в Германии. Тот, что будет отправляться из Владикавказа – премиум комплектации. Данный состав, который будет ходить в Владикавказ, комплектации премиум. Чем он отличается? Значит, более комфортное кресло для пассажира, один вагон повышенной комфортности, там 33 места, места со столиками, с розетками. То есть это сразу же индивидуальное рабочее место. В «Ласточке» в этой есть 4 биотуалета. Каждый вагон оборудован климатической установкой, которая устойчиво работает на юге. Комфортен поезд не только для пассажиров, но и для машинистов. Они говорят, «Ласточка» довезет не просто быстро, но и максимально безопасно. Поезд абсолютно безопасный, установлены крэш-модули для аварийных ситуаций. Развивает скорость максимально 160 км в час. На данном участке максимальная скорость есть 140 км в час. Время в пути занимает 10 часов, но в скором будущем время будет сокращать до 8,5-9 часов. Первый поезд из Владикавказа в Туапсе прибудет сегодня приблизительно в 5 вечера. А билеты на следующее отправление первого класса «Ласточки» до 31 июля можно будет купить со скидкой 35%. И более тысячи баннеров с изображениями ветеранов Великой Отечественной войны и героев Советского Союза установят в Северной Осетии к 9 мая. Такое поручение дал временно исполняющий обязанности главы республики Сергей Миняйло. Подробнее в сюжете Алины Хасцевой. Из Саплиев, Василий Чочиев, Павел Белоонов, Хаджиумар Мамсуров. Портреты героев Советского Союза и участников Великой Отечественной войны теперь можно увидеть практически на каждой улице Владикавказа. В рамках акции «Посмотри на их лица» рекламные агентства республики размещают на всех баннерах и счетах изображения тех, кто порой ценой своей жизни приближал День Победы. На сегодняшний день размещено уже нами порядка 500 поверхностей. То есть люди работают две смены, торопимся. Очень много ажиотаж небывалый, конечно, в этом году. Очень большой, каждый хочет. То есть телефоны звонят и разрываются просто. Поэтому приятно, конечно, такое внимание граждан к своим героям. Танкисты, летчики, артиллеристы, генералы, лейтенанты и рядовые. Многие уходили на фронт целыми семьями. В преддверии Дня Победы увидеть лица героев можно не только во Владикавказе, но и в районах республики. Цель – чтить память о подвиге участников войны и передавать ее из поколения в поколение. Задача все-таки не мое, даже не ваше поколение, а те, кто придет после нас. Чтобы у них было такое же отношение к этому, чтобы они не забывали, что живем в цифровом мире, ездим за границу и так далее, благодаря тем, кто когда-то пожертвовал самым дорогим, что у них есть. В день мы, грубо говоря, производим 40-45 баннеров. Ну и примерно столько же монтируем. Соответственно, на сегодняшний день смонтировано чуть меньше 200 поверхностей. Ну и планируем где-то к 6 мая работу закончить. Жители республики убеждены – такие акции необходимы. На каждой остановке прямо все как будто они стоят живые. Очень важно для нашей молодежи, для внуков, для детей. Это очень важно. Это правильно вот такое. Это впервые у нас. Конечно, это очень хорошо, чтобы все знали, наши дети, что за них тут старшие воевали. Нельзя забывать подвиг наших родителей. Считаю, конечно, что мы должны помнить и быть достойными. Фотографии участников Великой Отечественной войны и в предыдущие годы размещали на баннерах. Но в этом году по поручению в Рио главы Северной Осетии Сергея Миняйла работы впервые проходят в таком масштабе. Алина Хастаева, Давид Беттиев, Заур Кудзаев. Новости Осетии. Остались считанные дни до празднования Дня Победы. Подготовка в самом разгаре во всех районах. В Пробережном облагораживают мемориалы воинской славы. Проводится покраска граждений, вывоз мусора и уборка прилегающих территорий. Подробнее обо всем Алана Тумаева. И старшеклассники, учащиеся младших классов школы селения Новый Батаку работают слаженно и усердно. Красят, моют, белят и подметают. Такую работу они проводят каждый год. И с детства понимают, этот мемориал особенный. Он – память о тех, кто ценой собственной жизни обеспечил им сегодня мирное небо над головой. По моему мнению, это очень важно, так как держать вот в таком состоянии, постоянно поддерживать вот эту чистоту, потому что мы здесь гуляем по вот этой улице. И когда бывает 9 мая, очень важно, чтобы именно вот в таком прекрасном положении вот это все поддерживалось. Это имеет историческую какую-то ценность. И если мы не будем про это забывать, то это останется в истории. Не менее старательно трудятся учащиеся школы Хумалага. Во дворе учебного заведения стоит мемориальный комплекс. Каждый местный знает о подвиге односельчан, храбро воевавших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны. Из селения Хумалаг на войну ушли 1280 человек. Почти каждый второй – 640 человек – не вернулись домой. Этот памятник воинам-односельчанам, как вечное напоминание о подвиге, здесь бережно хранят. В Правобережном районе к празднованию Дня Победы готовятся активно. Порядка полутора тысяч его жителей приняли участие во Всероссийском субботнике, который прошел накануне. Решили подготовить и мемориальные комплексы к празднованию 76-й годовщины Победы. Реставрационная работа тоже будет проводиться, так как где-то памятники уже старые, будем говорить, да, и просто их освежат, побелят, покрасят, где-то заменят плитку. Программа празднования будет насыщенной. Из-за сохранившихся ограничительных мер бессмертный полк проведут в онлайн-формате. Планируют и ряд мероприятий и встреч с ветеранами. Будем поздравлять тех ветеранов, которые у нас еще живы. Конечно, из года в год все меньше и меньше. Но пренесис, она должна сохраняться. В первую очередь, это показатель и пример для наших младших, чтобы они сами воочию видели. Потому что наши юные армейцы, они будут с нами, они будут их поздравлять. И, конечно, для ветеранов, я думаю, это внимание, конечно, будет очень приятно, когда младшие поколения будут именно в этом участвовать. В Правобережном районе 11 мемориальных комплексов. Большая часть уже убрана и восстановлена. Работы на остальных завершат в ближайшее время. Алана Тумаева, Игорь Войцеховский. Новости Осетии. Специальная комиссия провела осмотр помещений следственного изолятора. Многие из них пришли в непригодность. Сейчас в СИЗО содержится более 400 человек. Бодрасс Загоров подробнее. То есть люди, это вчерашний, в работе. Ничего страшного. Люди в работе. Вот это у нас вчерашний хлеб. В следственном изоляторе номер один побывала с визитом специальная комиссия. Они проверили условия содержания. Делегация состояла из представителей Северо-Остинской комиссии по помилованию и членов республиканского парламента. Проверяющие осмотрели оба корпуса, где содержатся находящиеся под следствием. Побывали в столовой, душевых кабинах, медпункте и других подсобных помещениях. Зашли и в камеры пообщаться с подозреваемыми и обвиняемыми. Увиденным делегация осталась довольна. В отношении того условия содержания, то, что мы наблюдали, и хозблоков, и пункта питания, и медчасть их, ну, на очень приличном уровне, очень серьезно сделано и в гигиеническом отношении, и в отношении самого спектра услуг, ну, оставило хорошее впечатление. Охрана, система, то, что мы видим, она в таком, и отношение к осужденным тоже. В следственном изоляторе содержится более 400 человек. Они делятся на три категории – подозреваемые, обвиняемые и осужденные. Представители комиссии отметили качественную работу сотрудников СИЗО, но обратили внимание на то, что здания уже слишком старые и непригодные для содержания. Согласны с этим и в Федеральной службе исполнения наказаний. На данной территории функционирует. Вот мы были сегодня в старом корпусе, в так называемом новом корпусе. Старый корпус – это корпус номер один, новый корпус – это корпус номер два, построенный во времена Советского Союза. И ярко видно различие того корпуса, который приспособлен, это бывшие конюшни, и нового корпуса. Если в новом корпусе, скажем так, мы можем поддерживать тот же самый порядок, ну, условия для подозреваемых, обвиняемых и осужденных, то те денежные средства, которые мы вкладываем ежегодно в корпус номер один, ну, они фактически минимально покрывают необходимые затраты для того, чтобы поддерживать там условия содержания на должном уровне. Представители комиссии сошлись во мнении, что это серьезная проблема и имеет смысл поднять вопрос о строительстве нового следственного изолятора. Батрас Загуров, Алана Бзыкова, Новости Осетии. В республику прибыли туристы в рамках проекта Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга. Это пилотная группа, цель которой проработать маршрут, определить наиболее интересные экскурсии и достопримечательности. Делегация приехала в составе 28 человек на 8 машинах. Экспедиция готовилась с декабря прошлого года. Турбазы, места отдыха и достопримечательности республики внесли в маршрут. После этого путешествия его согласуют с руководством Северной Осетии. Далее республику включат в проект, а маршрут нанесут на карту, которую будут представлять на различных социальных, инвестиционных и туристических площадках. Делегация пробудет в республике до 9 мая включительно. Туристы примут участие в праздновании Дня Победы. Этот маршрут потом будет согласован с республикой, с руководством республики. И после корректировок он будет нанесен на все карты. То есть, чтобы все знали, где можно остановиться, где можно пообедать, где можно заночевать. Значит, в том числе милиция общественной безопасности предупреждена, где можно все, все согласовано. Ну и дальше, значит, этот поток туристов будет больше. В этом году к числу игроков присоединились и блогеры. Каждая команда провела по 4 игры. Турнир стал ежегодным и проходит уже в третий раз. По итогам состязаний первое место занял Комитет по делам печати и массовых коммуникаций. Второе место – портал «Кавказ.ред» и бронза у нашей телекомпании. Команды получили грамоты, медали и ценные призы. Честно, у меня на самом деле боевая команда, даже попадать не надо. Каждый очень с боевым духом сегодня пришел на поле, чтобы выиграть. Но, к сожалению, вот так, кто-то проигрывает, кто-то выигрывает. Было очень тяжело, на самом деле, играть с комитетом по делам печати и массовых коммуникаций. У них очень сильная команда. Было очень интересно, на самом деле. Нам обратились представители средств массовой информации с просьбой такой турнир организовать. Мы откликнулись, в прошлом году его организовали. В прошлом году тоже планировали, но пандемия вмешалась. У него были свои планы на 2020 год. К сожалению, массовые мероприятия мы не проводили. И перенести этот турнир вот на этот год. Вы смотрели новости о сети. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.